Итак, дорогие друзья, рад всех приветствовать. Меня зовут Сергей Тимофеев, я руководитель юридической службы 12 правил. Мы занимаемся в основном правовым сопровождением деятельности дизайнеров, архитекторов, веб-разработчиков, да и в общем-то специалистов во всех областях, которые так или иначе занимаются предоставлением услуг в сфере интеллектуальной деятельности. Так вот, дорогие друзья, в рамках своего короткого 20-минутного выступления я бы хотел довольно коротко раскрыть для вас тему правового сопровождения деятельности дизайнера в целом. Правовое сопровождение и правовые риски, которые возникают у дизайнеров в рамках их работы. Так, ну верните мне, пожалуйста, все-таки презентацию мою. Прежде всего я хочу обозначить те группы отношений, в которых участвует практически любой дизайнер. Это четыре основные группы отношений и две вспомогательные. Посмотрите, они перед вами. Прежде всего отношения дизайнера с государством. Как мы все прекрасно с вами знаем, дизайнерская деятельность – это разновидность предпринимательской деятельности. Как любая другая предпринимательская деятельность, она нуждается в государственной регистрации. Либо в форме индивидуального предпринимательства, либо в форме юридического лица. Как только вы зарегистрируете вашу индивидуальную деятельность, у вас возникает постоянная связь с государством, в рамках которой у вас возникают дополнительные права и обязанности. Риски здесь довольно-таки несущественны, они все известны, каких-то ярких подводных камней здесь нет. В принципе, все отношения, бизнес-отношения предпринимателя с государством, они, как правило, довольно стабильны. Риски есть, но они, как правило, известны, и ничего внезапного, неожиданного здесь, в принципе, нет и быть не может. Далее, смотрите, вторая группа отношений, в которых участвует буквально каждый дизайнер, это отношения с правообладателями программного обеспечения. Не секрет, что сегодня ни один дизайнер, в принципе, не ведет свою работу в отсутствие каких-либо специальных компьютерных программ. Также не секрет, что программы довольно дорогие, и в условиях того, что скачать и установить их довольно-таки легко, это не требует каких-то супернавыков владения компьютером, хакерских навыков и так далее. Программа очень часто используется в обход условий лицензии. Это очень большая группа рисков, потому как государство сейчас все более активно ведет борьбу с пиратством. И каждый дизайнер, а тем более руководитель студии, который в рамках своей работы использует контрафакт, так или иначе формирует собой группу рисков. Причем риск очень существенный. Во-первых, это уголовная ответственность в случае, если совокупная стоимость контрафакта превышает 100 тысяч рублей, а, как мы знаем, это буквально одна дизайнерская программа в большинстве случаев. Плюс для студии это гражданская правовая ответственность, которая выражается в выплате компенсации в двойном размере стоимости контрафакта. Практика установилась, судебная практика, я имею в виду, и компенсации действительно взыскивают, и размеры компенсации весьма значительны. В среднем от полумиллиона до трех миллионов это только компенсации. Вот, то есть действительно очень горячая группа отношений. Риски в данной группе отношений следует оптимизировать. Мы этим активно занимаемся, и не надо как бы ждать пока, ну скажем так, жареный петух в одно место клюнет. Так вот, друзья, следующая группа отношений, в которых участвует буквально каждый дизайнер, это отношения с исполнителями. Речь идет о отношениях внутри команды. Одним очень ярким и важным признаком команды является наличие внутренней правовой структуры. Пусть даже не правовой, да, мы не будем называть ее правовой. Но внутренняя структура, выражающаяся в наличии взаимосвязанных, взаимных прав и обязанностей, обязательно должна быть. Если ее нет, то это не команда, это просто группа дизайнеров, группа специалистов в своих областях, которая в данный момент работает над проектом, но что будет завтра, пока совершенно неизвестно. То есть здесь исключительно можно полагаться только на человеческий фактор. Любой руководитель студии рано или поздно отходит от этой модели, начинает быть заинтересованным в том, чтобы совершенно полностью запротоколировать свою команду. Мы, как правило, предлагаем три варианта правового регулирования отношений внутри команды. Это трудовая модель, гражданско-правая модель и смешанная модель, которая сочетает в себе признаки обеих других, гражданско-трудовой. Четвертая группа отношений – это отношения с клиентами. Не очень хорошо видно, но именно эту группу я выделил пожирнее. Почему? Потому что это самая, пожалуй, важная группа отношений для любого дизайнера. Именно здесь происходит извлечение прибыли дизайнерам из своей деятельности. Как мы с вами все знаем, это основная цель любой предпринимательской деятельности. Клиент далеко не всегда попадается адекватным взглядом дизайнера на то, каким должен быть клиент. Дизайнер тоже знает, кого он ищет в качестве клиента. И, разумеется, зависеть от клиента дизайнеру недопустимо. Почему? Потому что клиентов много, а дизайнер один. Далее. Вот посмотрите, еще две группы отношений. Я их иногда называю факультативными, дополнительными группами отношений. Это исполнители и поставщики как раз-таки в развитии предыдущего спикера. Пару слов буквально скажу. Исполнители – это лица, которые воплощают проект в жизнь. По минимальной схеме работы отношения между исполнителем возникают у клиентов, а дизайнер стоит в сторонке. Он выполнил проект и ушел. Но, разумеется, на определенной стадии своего развития любой дизайнер станет заинтересован в том, чтобы участвовать в отношениях исполнитель-клиент. Участвовать по двум причинам. Во-первых, потому что это действительно отдельный источник дохода. Во-вторых, потому что это напрямую влияет на качество исполнения. Разумеется, если дизайнер участвует в процедуре исполнения проекта, то проект будет выполнен гораздо более правильно. Но в определенных случаях клиенты сами в этом заинтересованы. Существуют три основные модели взаимодействия с исполнителями и с поставщиками. В зависимости от выбранной модели следует правильно зафиксировать ее во всех документах, правильно зафиксировать все права и обязанности, всех трех сторон причем. Это уже по сути трехсторонние отношения. И в этом случае какие-либо риски также будут исключены. Но поставщики — это лица, которые поставляют необходимое оборудование. Это стройматериалы, отделочные материалы, мебель и так далее. Те необходимые материалы, которые нужны для воплощения проекта клиентам. Вот основные группы правоотношений дизайнера. Еще раз подчеркну, что на сегодняшний день самыми горячими являются отношения с клиентами. Это раз. С правообладателями ПО — это два. Про правообладателей я мог бы вам тут еще очень-очень много говорить. Тема очень горячая, актуальная. Все-таки остановимся на клиентах. Все вы знаете, что клиенты бывают часто проблемными. Давайте посмотрим, какие варианты конфликтов с клиентами возможны. Прежде всего. Это бомбардирование огромным количеством поправок. Огромное количество поправок. Определенная стадия работы над любым проектом — это внесение поправок. Нередко на данном этапе дизайнеры просто тонут в этих поправках, и проект затягивается в два-три раза. При этом, как полагает клиент, объем оплаты совершенно не меняется. Ситуация в целом характерна для тех случаев, когда клиент толком не определился с тем, что он хочет, и в то же время он не позволяет дизайнеру принимать решения по ключевым вопросам, связанным с проектом. То есть он и дизайнеру не позволяет работать, и сам толком не разобрался. Ситуация довольно популярная, и если при этом у вас плохой договор с клиентом, то именно на этой стадии вы можете затянуть работу над проектом в разы. Далее. Затягивание сроков согласования. Я думаю, здесь без комментариев. Многие наверняка с этим сталкивались, когда клиент не согласует буквально неделями проект. Это тоже совершенно недопустимая ситуация. У вас тоже работа в это время стынет. Вы, возможно, из-за этого отодвигаете в сторону другие новые проекты. Это совершенно неприемлемо для повседневной работы студии. Немотивированный отказ в приеме работы. Пожалуй, один из самых негативных конфликтов, когда клиент буквально без объяснения причины или объясняя это абсолютно ненадлежащей причиной, отказывается от приема работы. То есть если… Кстати, в таких конфликтах мы в первую очередь всегда выясняем. А вдруг неправ дизайнер? Выяснять это довольно легко. Мы сравниваем техническое задание с результатом. Если оно полностью соответствует техническому заданию, то, разумеется, клиент не имеет никакого права отказываться от работы, не мотивирована на стадии, когда работа уже завершена. Там есть своя специфика правовая, но общее правило примерно вот так оно и звучит. Далее. Подмена лица принимающего решения. Когда техническое задание и договор подписывает один человек, а дальнейшее согласование вы вынуждены проводить с другим человеком. Например, пришел молодой человек заказывает дизайн проект квартиры, составил техническое задание, и в дальнейшем уже вы вынуждены согласовывать работу, допустим, с его женой, мамой, соседкой, мало ли с кем. Кстати, насчет соседки это так и было. Один случай такой. Соседка никак не давала закончить работу над проектом. Даже такие довольно-таки глупые ситуации, тем не менее, бывают. И также изменение задания на финальных стадиях работы, когда в конце концов клиент полностью разворачивает корабль, решает, что хотел не так. В принципе, это допустимо. Это в целом нормальная ситуация. Но надо понимать, что происходит увеличение объемов работы. Происходит по сути, с точки зрения права, происходит попытка одностороннего изменения условий договора, что совершенно недопустимо. То есть в этой ситуации также следует реагировать правильно. Так, у меня вопрос. Вот пять видов конфликтов. У кого из вас был какой-нибудь подобный конфликт в вашей практике? Ну, давайте посмотрим на зал. Походу, нет таких, кто не поднял бы руку. Да, действительно, есть такая проблема. Более того, я думаю, многие из вас этот список продолжили бы. Я просто выделил наиболее яркие, наиболее очевидные, часто встречающиеся конфликты. Так вот, друзья мои, как сделать так, чтобы этого не было? Разумеется, я вам сейчас волшебную таблетку не дам, которая раз и избавит вас от всех проблем. Но я задам вам вектор направления, куда двигаться. Посмотрите, меры по предотвращению конфликтов с клиентами. Прежде всего, четыре меры всего. Прежде всего, наличие ярко выраженной модели взаимодействия. Вот это вот очень важный момент. На 90% студий, с которыми мы работали или общались, этого не понимают. Что такое модель взаимодействия с клиентом? Это алгоритм работы с клиентом от первого контакта с ним и заканчивая сдачей проекта получением оплаты. Все, что вы делаете от и до, одно за другим, первое, второе, третье, пятое. Эта модель, она должна быть также зафиксирована в грамотном договоре. Но еще также важно понимать, что она далеко не всегда линейна. То есть это не просто последовательность действий. Она должна быть разветвленной, как вот ветки разные у нее ходят. Если так, то так. Если так, то так. Вот, кстати, перед вами минимальный, самый краткий вариант модели для работы над проектом. Интерьера в ценовой категории, небольшой совершенно, там тысяч до 70-80, она будет выглядеть примерно вот так. Одноэтапная сдача, здесь без ответвления, ответвления здесь нет, хотя они, по идее, тоже должны быть. Одноэтапная сдача и, в общем, перед вами все. Я уже не буду на это время тратить. Можете почитать, сфотографируйте. Ну, как бы наиболее универсальная. Я думаю, что у каждого дизайнера она своя. Возможно, у вас она немного отличается. Вот в случае, если речь идет о небольших проектах интерьера. Почему я говорю небольших? Потому что на более крупных уже следует добавлять поэтапную сдачу. Это будет весьма оправданно и логично. Но вот именно в случае работы с небольшими проектами она будет примерно такой. Так, вернемся сюда. Значит, какие еще меры наличия модели? Вообще договор составляется именно так. Сначала составляется модель. Она должна быть четкой, прозрачной, поэтапной и совершенно очевидной. Без каких-либо темных моментов. Она должна быть совершенно понятной как вам, так и вашему клиенту. Затем эта модель подробно фиксируется в договоре. Договор — это документ, который прикроет ваш тыл в случае конфликта. И договор должен предусматривать ваши действия, действия вашего клиента. Договор в самом таком узком понимании этого слова содержит только предмет, сроки и цены. Это в самом узком понимании слова. Такой договор, он по сути будет не то чтобы бесполезным, но он процентов на 20 свою функцию отработает в случае конфликта. А вот если он содержит полную модель, которая предусматривает все варианты поведения. При этом я отмечу, что договор не раздувается до войны и мир. Нет, он остается вполне динамичным документом на четырех, максимум пяти страницах, что в общем-то немного. И главное, что он предусматривает, что именно вы будете делать в том случае, если клиент поведет себя так, всяк и так далее. То есть он содержит элементы модели. Также вы должны подробно разъяснить клиенту порядок работы. Вот почему-то этот совершенно очевидный пункт для многих не очевиден. Если вы даете клиенту договор на подпись, он должен, во-первых, знать, что подписывает. Во-вторых, он должен знать все особенности вот этой модели. Потому как в противном случае он чувствует себя совершенно свободно. А зная, что именно он подписал, какие именно обязательства на себя взял, он уже будет в дальнейшем хотя бы примерно понимать. Это на сто процентов, разумеется, не обезопасит вас от его нападок, от его каких-то необоснованных требований. Но, по крайней мере, и вы, и он будете знать, чем это чревато. А самое главное, последний пункт, чтобы вы смогли его применить, этот договор. Потому как без возможности применения договор остается бумагой. И вы должны обеспечить исполнение договора обеими сторонами. Здесь ключевое слово «обеими». Во-первых, вы ни в коем случае не должны его нарушать. Нарушая в одностороннем порядке условия договора, вы, по сути, более чем на 50% теряете возможность привлечения заказчика к ответственности. Поэтому, во-первых, вы сами должны соблюдать договор. Во-вторых, обеспечить такую ситуацию, когда ваш клиент делает то же самое. Сделать это не юристу сложно, очень сложно. Именно поэтому мы, например, предоставляем услугу абонентского правового сопровождения, где сами это делаем. Но в целом, если у вас этот процесс налажен, то можно быть уверенным в том, что сделка состоится на тех условиях, на которых вы ее предусматривали. Еще раз открою вот этот слайд и, наверное, буду закругляться. У меня буквально 20 минут. Так, друзья, вопросы? Вопросы, давайте, если у вас все. Я думаю, что вопросы займут еще минут 20. Потому что, мне кажется, очень актуальная тема. Я постараюсь, если будут вопросы, отвечать как можно короче. Вопросы? Так. Я пошла. Здравствуйте. Скажите, а как с юридической стороны можно заверить, скажем так, или давайте так, подписать договор с удаленным заказчиком? Ну, допустим, в другом городе. Понятно. Да, договор подписать в другом городе можно при помощи почты или при помощи курьера. Все договоры, подписанные электронной печатью, это полная ерунда, только лишь кроме тех ситуаций, когда электронная печать выдана компетентным лицом. Это, например, банк, это, например, налоговая служба и так далее. С ними, введя отношения, вы можете использовать электронную печать. Но, опять же, прежде чем ее использовать, вы подписываете обычный бумажный договор. Уйти от практики подписания бумажных договоров пока еще нереально. Если у вас заказчик в другом городе, вы должны заставить проект договора, направить ему электронкой, он должен распечатать и отправить вам оригиналы в двух экземплярах подписанные. Это занимает какое-то время, но именно в тот момент, когда они отправлены вам, вы уже можете, в принципе, приступать работать к работе, вернее. Но если в течение, допустим, контрольного срока, скажем, недели договоры оригиналы к вам не пришли, я советую приостановить работу и выяснить, почему. Так, еще, коллеги, руки. Где ваши руки? Так, ну давайте. Давайте так. Думайте быстрее, спикер может скоро уйти. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, я слышала, что при разбирательстве дел в суде нельзя прилагать деловую переписку по почте, что это не является доказательством, но почему-то с сервером L.RU можно. Так ли это? Вы являетесь вдоль электронной почты именно? Да, электронной почты. Прилагать можно. Прилагать можно, это 100%. Другое дело, какое будет отношение судей к этому типу доказательств. И мне совершенно хорошо известна эта практика, я вам могу сказать точно. Однозначного отношения судей нет. Кто-то, наиболее прогрессивно рассуждающие судьи, они действительно принимают, и не только с L.RU, а в принципе с любого хостинга. Но для этого надо соблюдать требования. Во-первых, обязательно принимается только та переписка в качестве доказательств, на электронный адрес которой указан в договоре. У обеих сторон. Только между этими электронными адресами. Потому как установить связь между электронным адресом и человеком иначе никак нельзя. Это во-первых. Во-вторых, никакой стопроцентной гарантии того, что e-mail.ru у вас примет любой судья, абсолютно нет. Я еще раз говорю, независимо в принципе от домена, и с Яндекса примут, и с собственного примут без проблем, если он указан в договоре. Но примут опять же, ну как бы если примут, это оценочное понятие. Здесь многое оставлено на усмотрение судьи. Кто-то принимает, кто-то нет. Сергей, в этой теме, если ты в договоре прописал, что вся электронная переписка, присланная по данным адресам, может быть использована в суде адреса, это работает? Точно. Хорошо, что дополнил. Я просто не договорил, забыл. Друзья, смотрите, вы не можете заключить договор удаленно. Сам договор, самая первая сделка, первый документ, он должен быть подписан. Если у вас в договоре есть пункт о том, что стороны признают юридическую силу всех документов, подписанных электронно, фоксимили и так далее, то в этом случае все последующие документы, совершенно правильно Стас говорит, можно заключать удаленно. Например, акт приема передачи и так далее. На самом деле я бы вам советовал все равно документы подписывать очно. Если нет такой возможности, то да, последующие документы подписывайте удаленно, нет проблем. Но предусмотрите это в договоре. А чтобы этот пункт в договоре заимел юридическую силу, его надо подписать собственноручно. То есть вот такой вот замкнутый круг. Я скажу, никаких проблем в основном нет, потому что на данный момент пересылка по России стоит 300-500 рублей, курьерской службы доставляют в 1-2 дня. Поэтому это не такие деньги. Сергей, еще один вопрос. Очень меня лично интересует. У нас мы сталкиваемся с такой ситуацией часто, что создавая какой-то этап проекта, абсолютно верно, что в договоре должны быть не только сроки, и что вы делаете, и сколько стоит, но и сам процесс записан, это критически важно. Так вот, записывая процесс, что происходит? Есть сроки, и обязательно в процессе есть такая статья, как согласование работы, внесение изменений. Так вот, сроки, которые указываются, общие сроки на этап, вернее, на всю работу или на этап, они могут растянуться. И растянуться именно из-за того, что согласования идут достаточно долго. Так вот, если прописать все сроки с учетом согласования, то это может быть невразумительная какая-то цифра, там не два месяца, как на стандартный дизайн проекта, там год. Как в этом случае поступать? Потому что иногда клиент вносит правки и совершенно говорит, ну, мне же нам не нравится, или я хочу внести изменения. Но, с другой стороны, вы затягиваете сроки сдачи. Вы уже делаете проект не два месяца, а, извините, шесть. И доводов, что вы поносили правки, ну, как бы, нет. Значит, как этот вопрос решается? Прежде всего, в договоре должен быть пункт, что в случае, если по вине заказчика общие сроки работы затягиваются, то дизайнер ответственности за это не несет. Это раз. Во-вторых, вы уже смотрите, ага, если дизайнер затягивает сроки согласования в принципе оправданно, но вы готовы на это пойти, вы не против, да, скажем так, то до определенной точки кипения дело может дойти. В случае, если вас уже это начинает по-настоящему не устраивать, в случае, если вы хотите дело сдвинуть с мертвой точки, следует приостановить свою работу и официально направить заказчику письмо с указанием на то, что он нарушает свои обязательства по договору, конкретно эти, 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 в качестве реактивных действий вы готовы приостановить работу вплоть до согласования и возврата работы в русло, предусмотренное договором. То есть вы должны направить, по сути, клиенту претензию. Вот мы в рамках ОБОН сопровождения такие претензии довольно часто шлем, потому что нарушение сроков – это вещь довольно популярная. И действительно дизайнеры не шлют такие претензии в день, когда вот по договору надо продолжить работу. Да, они, как правило, идут навстречу клиентов, все мы люди. То есть не надо сразу хвататься за юридические какие-то рычаги и начинать их давить. Но в случае, если все-таки уже точка кипения прошла, то да, нужно направлять претензию и приостановлять работу. В случае, если на эту претензию толком нет нормального ответа и клиент вообще решил пропасть, в таком случае уже необходимо, если, конечно, опять же, дизайнер в этом заинтересован, взыскивать стоимость работы до данной точки. Спасибо большое. В идеале да. То есть таким образом, чтобы можно было доказать факт отправки письма. Это очень важно, потому что именно это будет фактически являться доказательством того, что вы-то свою работу выполнили на данный момент. И проблема в клиенте, а не в вас. То есть нужно именно так, чтобы можно было доказать. Всех этих проблем нет. Я думаю, отдельно уже можно будет поговорить после нашего сейчас выступления. Много вопросов по имени, не так много. Сергей, спасибо. Хочу спросить, да, если… Во-первых, даже хочу прокомментировать. Я как в начале сегодняшнего дня говорил, что юридические вопросы – это одно из основных тех тенденций, которые нужно обязательно соблюдать. Как я говорил, уже были у многих моих знакомых, и у меня лично были разные случаи конфликтных ситуаций. И слава богу, что у нас была система введения вот этих вот проектов, то, что Сергей говорит. Очень хорошо, что у нас были и есть менеджеры, которые следят. Это должен делать не дизайнер. Дизайнер, ну, желательно, да. Либо нанятый менеджер, либо там помощник, кто-то, кто следит конкретно и говорит, что где-то мы сейчас выходим за рамки договора. Если у вас все эти есть доказательства, то есть вероятность, большая вероятность, что вы получите свои деньги. Все разрешится нормально даже в случае конфликта. Как еще буквально 20 секунд. Друзья, я буду проводить открытый бесплатный… Вот, я как раз и хотел спросить, потому что я знаю, что Сергей проводит обучение, у него есть у его студии специальные услуги для дизайнеров. Если вам интересно, сейчас Сергей расскажет об этом. Значит, смотрите, дорогие друзья, тема, как вы понимаете, очень обширная. Я очень хочу с вами ее поделиться, в том числе темой пиратского софта, пиратских программ. Тема тоже очень горячая. 10 апреля, это следующий четверг, в 19.00 по Москве в интернете состоится открытый вебинар, вам очень легко на него зарегистрироваться. Вы проходите по ссылочке 12правил.ру, и там вот шапка сайта, последний пункт вебинар. Пройдите туда и зарегистрируйтесь. Все, кому интересна данная тема, там я буду рассказывать гораздо более подробно про отношения с клиентом и про, в частности, пиратский софт. Если кому-то будут интересны вопросы по другим линиям отношений дизайнера, пожалуйста, возможно, мы их затронем тоже. Ориентировочная продолжительность час-полтора, если будет много вопросов, может и до двух дойдет, как обычно и бывает. Поэтому приходите, будет интересно. Всем спасибо за внимание. Продолжение следует... Продолжение следует...